kkr24 technologies всем привет на обзоре бренд unitrend мультиметр карандашного типа на упаковке можем видеть все основные технические параметры прибора также в комплекте смотрим сертификат соответствие декабрь девятнадцатого года небольшое руководство пользователя на английском языке где также можете посмотреть основные технические параметры еще одна бумажка похоже на китайском языке смотрим на работу изоляционного наконечника также имеет положение фиксации качество материала качество изготовления не отличается от других моделей данного бренда все очень аккуратно отсек для элементов питания для долговечности имеет бронзовую резьбовую ставку питается от одной батарейки стандарта cr2032 емкость которого может достигать до 200 миллиампер часов а насколько хватит одной такой батарейки и шайбы мы посмотрим далее в ролике первое включение попадаем в режим scan это режим автоматические подбора переменного и постоянного напряжения далее идет режим измерения переменного напряжения с автоматическим подбором диапазонов следующее это режим измерения постоянного напряжения также с подбором автоматическим диапазонов и крайний режим функция и f функция детектора который как видим может отличать фазу и нулевой провод измерение переменного напряжения идет достаточно быстро точно также быстро измеряет и постоянное напряжение теперь попробуем и постоянное напряжение от источника лабораторного блока питания будем сопоставлять показания от топового мультиметра 61 серии видим как быстро идет стабилизация и достаточно точные показания измерения теперь смотрим как работает функция hold функция удержания показания измерения кнопка с изображением солнца включает подсветку дисплея очень полезная функция в темноте также дублируется включение фонарика одновременно с подсветкой в следующем режиме переключателя снова попадаем в режим скан где режиме подбираются в автоматическом порядке еще раз нажатие select позволяет выбирать режим измерения в данном случае это измерение сопротивления начнем с такого резистора на 47 ом и как видим очень быстро и и точные показания измерения измеряем резистор с малым сопротивлением значением 0,22 ома и как виде прибор показывает 0,3 ом это скорее прибор закладывает сопротивление и щупа как видим дополнительно добавляется 0,1 ом следующий режим измерения это прозвонка достаточно громко ну и как видим прекрасная скорость отклика как у взрослого мультиметра следующий режим это тестирование диодов сперва смотрим напряжение на шупах 2,6 с лишним вольта смотрим быстрое измерение диода также прекрасно зажигает светодиоды но к сожалению нет индикации падения напряжения и по просьбе трудящихся смотрим разные цветовые светодиоды желтый цвет также загорается и зеленые смотрим как ярко горит но опять к сожалению нет индикации падения напряжения белый нормально зажигает большой белый также не знаю передает ли камера но тоже зажигается в общем все светодиоды зажигает какой-то сильнее какой-то послабее но в любом случае все горят следующий режим это режим измерения конденсаторов начинаем измерения вот такое желтого конденсатора как видим быстрое измерение и неплохой результат измеряем большой конденсатор также очень быстрая работа и все также отличные показания в режиме измерения нанофарад также достаточно быстрое измерение и достаточно точно и как видим прибор спокойно измеряет даже пика фарады хотя это измерение идет в режиме измерения надо фарад режим измерения макс это функция индикации максимального значения измерения в режиме мин соответственно индикация минимального значения измерения еще одно нажатие включает сразу мин макс мне этот режим пока непонятно о чем чтобы выйти из этих режимов просто удерживаем кнопку и еще такой интересный момент вроде как оба прибора одинаковые одинаковая модель но одна модель умеет измерять максимум до 600 вольт тогда как другой прибор позволяет измерять максимум до 300 вольт переменных или постоянных напряжений сейчас посмотрим какой ток прибор потребляет до 1,5 вольта есть небольшие токи стартовые но прибор пока жизни не придает поднимаем дальше смотрим как растут токи почти в 10 раз и в 2 вольта уже прибор нормально запускается но при этом смотрим на экране появляется значок индикации низкого заряда но при этом достаточно низкий ток потребления менее 1 миллиампера а при нормальном напряжении в 3 вольта видим как растет ток потребления и заряда одного элемента питания хватит чтобы прибор работал без перерыва можно сказать круглосуточно 6 дней если переключатель переведем в режим измерения напряжений здесь как можем наблюдать ток потребления возрастает но даже с таким током прибор может круглосуточно может работать примерно трое суток а при нормальном эксплуатации так как в приборе задействована функция автовыключения прибор может вытянуть примерно пару месяцев а то и полгода а может быть и целый год теперь смотрим есть ли потребление тока в выключенном состоянии видим все нули в том числе нули и в режиме микроамперов значит прибор выключенном состоянии ток не потребляет и это очень здорово в целом прибор получился очень хороший и хочу вас поблагодарить за просмотр всем спасибо